В студии с выпуском новостей, Меркедрасов, здравствуйте. В Уфе прошел второй форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. На форуме Кумертау был представлен как перспективная площадка для развития бизнеса. Такие горизонты открываются с получением Кумертау статуса ТОСАР. Сейчас проходят последние согласования в федеральном центре и, как прогнозируют многие, до конца года будет подписан соответствующий указ. О перспективах города мнение экспертов в нашем первом материале из Уфы. Почти тысяча участников из 34 регионов России и 15 стран объединил в Уфе второй форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Представители органов власти, главы регионов, руководители предприятий и эксперты собрались для обсуждения и разработки реальных мер, которые могли бы послужить для более тесной связи и развития малого бизнеса на территориях, где проживает почти половина населения мира. Понимание проблем малого бизнеса есть на всех уровнях. Уфимская площадка стала центром притяжения идей и успешных методик развития бизнеса. Вполне очевидно, что только малый и средний бизнес на сегодняшний день могут обеспечить динамичное развитие страны. Я часто встречаюсь с крупным бизнесом, обсуждаем с ними разные вопросы, в том числе налогообложение, развитие. Редко, когда крупного бизнесмена услышат, что мы готовы построить новое производство, мы готовы построить новые предприятия. В редчайшем случае такого рода сентенции звучат из уст крупных предпринимателей. Малый бизнес очень активен. С каждым, с кем бы я ни встречался, из малых бизнесменов, приходится обсуждать либо вопросы стройки, либо вопросы развития, получения финансовых ресурсов. Это говорит о том, что сообщество живет, дышит по-настоящему. И перед собой участники этого процесса строительства малого и среднего бизнеса видят большие задачи и видят далеко открывающиеся горизонты. Колоссальное количество активных, креативных, думающих, мыслящих людей объединяет малый и средний бизнес. И, конечно, задача власти всех уровней создавать условия. Не препятствовать, как минимум, как максимум, стараться помогать. Примером создания подобных условий в Башкирии является наш город. Кумертау был представлен на форуме как башкирский офшор. Территория, где будут действовать налоговые льготы для инвесторов. Условия простые и прозрачные. В течение первого года инвестору нужно создать не менее 20 новых рабочих мест и вложить не менее 5 миллионов рублей инвестиций. Взамен государство обнуляет ставки налога на землю и на имущество, понижает налог на прибыль и страховые взносы. Наладить связь с потенциальными инвесторами, выгодно презентовать башкирский офшор на международной арене, поможет соглашение, подписанное в рамках форума между Торгово-промышленной палатой, администрацией города и Агентством по развитию территорий. Мы специально на этой площадке подписали это соглашение для того, чтобы уже начать практическую реализацию нашего соглашения, а именно информирование бы из сообщества об уникальности и условиях ведения бизнеса в городе Кумертау. И мы надеемся, что в течение реализации этого соглашения мы еще не один раз встретимся. Мы будем мониторить ход его реализации и я думаю, что будет обязательно практический результат. Первые положительные результаты презентации города не заставили себя долго ждать. К нашей площадке потянулись представители малого и среднего бизнеса и стран-участниц ШОС и БРИКС. Не только налоговые преференции интересны бизнесу, но немаловажное и выгодное географическое положение города. Подкупает и тот факт, что вскоре вблизи Кумертау пройдет международная автомагистраль. Сегодня мы встречались с нашими китайскими партнерами и рассказывали им о создании в городе Кумертау Индивидуального парка Воротыновский по системе Гринфилд, на которой они могут открыть свое производство. Сегодня мы просто обменялись визитками. Это было первое знакомство, первые впечатления. Впечатления они очень были хорошими. Я надеюсь, что через какой-то период времени мы с ними завяжемся, потому что мы сейчас больше всех заинтересованы в этом вопросе. Опыт города Кумертау по привлечению средств из фонда развития моногородов для развития инфраструктуры для будущих производств и реальные действия для получения статуса ТОСАР подлежат изучению и являются примером для других малых моногородов нашей страны. Главный секрет успеха, как считают в правительстве региона, большое желание диверсифицировать экономику города и пробивная мощь главы администрации Кумертау. Руководитель у вас достаточно активный, прагматичный, и у него очень много шансов, чтобы вы в своем развитии, в экономическом развитии сдвинулись значительно вперед, нежели это было в прошлых периодах. Поэтому я воспринимаю это как очень удачная работа, активная работа. Я надеюсь, что у вас все получится. Уверенность в завтрашнем дне появляется и у местных предпринимателей. В этом году на поддержку и становление малого и среднего предпринимательства было выделено порядка 100 миллионов рублей. Благодаря финансовой поддержке Кумертаусы открывают новые предприятия, развивают существующий бизнес. В перспективе создания до 300 новых рабочих мест. Такого эффекта ожидает городская администрация от принятых мер поддержки в текущем году. При распределении средств поддержки ставки были сделаны на инновации и оригинальные идеи. Ведь, как показывает практика, только бизнес-инициатива с заделом на будущее оказываются конкурентоспособными. На самом деле, вы правильно заметили, что сегодня выигрывают те люди, которые предлагают оригинальные идеи и умеют их находить. Потому что то, что было, скажем, 10-15 лет назад, когда люди ездили с большими сумками на рынок в Лужники, везли сюда и здесь перепродавали и считались успешными. Сегодня это время ушло, сегодня такой человек уже не считается успешным. Успешные – это те люди, которые находят какие-то оригинальные идеи, и в этой оригинальной идее они себя реализуют. Так называемая стратегия голубых океанов. Когда у тебя нет конкурентов, но ты делаешь что-то новое, то, что никто до тебя не делал, и все смотрят и думают, как же я так сам не догадался. Казалось бы, это же просто. А вот люди взяли и придумали. Распрощаться с монопрофильностью города и уйти от зависимости работы одного крупного производства в стране пытаются сотни городов. Реальные действия предпринимают единицы. Кумертау в авангарде этого движения. Десятки поездок в федеральный центр, консультации и обучение управленческой команды дают результаты. Введена в эксплуатацию первая очередь маслоэкстракционного завода. Есть намерение разместить в городе крупное производство по пошиву спецодежды, а также по выпуску кондитерских изделий и десяток других мелких производств. Кумертау делает большие шаги к успеху. В город идут инвесторы, город ставят в пример. Как подтверждение, большой интерес и внимание к Кумертау на международном форуме в Уфе. Авер Кедрасов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис», Уфа. На минувших выходных завершились учебно-тренировочные сборы у участников сборной команды России по мотоциклетному спорту. Для спортсменов сбор в Кумертау был заключительным перед полуфинальными стартами. В понедельник, 5 декабря, на базе нашей телекомпании прошла пресс-конференция. Тренировочные сборы у мотогонщиков проходили на стадионе «Шахтер», которые длились две недели. Данное мероприятие стало для города традиционным, ведь уже в третий год подряд Кумертау принимает подобные сборы. В этот раз приехало 19 спортсменов. В их числе были иностранцы, спортсмены Швеции и Германии. Приезд международных мотогонщиков обозначен тем, что русские спортсмены являются фаворитами мотоциклетного спорта. Об этом говорил на пресс-конференции тренер сборной Раис Мустафин. Они же все прекрасно понимают, что надо тренироваться с российскими гонщиками, чтобы хотя бы тренироваться, чтобы почувствовать ту скорость, на которую наши ребята едут. Но они тоже были чемпионом мира, тоже много иностранных гонщиков в свое время. Поэтому со счетов может у них тоже какой-то самородок появиться и стать чемпионом мира. Поэтому надо ухо в остро держать. На пресс-конференции прозвучало множество вопросов от средств массовой информации города, на которые спортсмены отвечали охотно. Несмотря на то, что сегодня же они отправятся на полуфинальные всероссийские соревнования, которые будут проходить в четырех городах. Нефтекамске, Уфе, Тольятти и Каменск-Уральском. После чего сильнейшие мотогонщики встретятся в финале, где и будет сформирован состав сборной России. Полную версию из пресс-конференции можно посмотреть сегодня, а сразу после нашего выпуска новостей. Полную версию из пресс-конференции можно будет увидеть сразу же после прогноза погоды и рекламы на нашем телеканале. Продолжаем выпуск. В рамках республиканского семинара по развитию математического образования в республике в Бахмутской и Ермолаевских школах прошли открытые уроки. Куэргазинские учителя показали свое мастерство гостям, приехавшим из столицы, и поделились опытом с коллегами. В трех школах района, 1-й и 2-й, Ермолаевских и Бахмутской, учителя математики провели открытые уроки у школьников разных возрастов. Педагоги из Уфы смогли увидеть и оценить образовательную деятельность районных коллег на практике. В начальных классах 1-й школы села Ермолаева был организован урок с элементами проектной деятельности, периметр многоугольника. Старшеклассники показали знания математических формул и навыки работы с виртуальной доской. На уроке алгебры девятиклассники решали рациональное неравенство методом интервалов. Во второй части семинара учителя обсудили увиденное. Участие в пленарном заседании приняла также заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Люция Хамитова. Если ребенок знает хорошо математику, он успевает уже по всем остальным предметам. Поэтому я пожелаю вам, прежде всего, плодотворной работы и завершения работы сегодня. И вообще успехов в вашем нелегком труде, потому что математика достается, мы это прекрасно понимаем, потому что это один из основных предметов по сдаче ЕГЭ. Концепция развития математического образования в Куйоргазинском районе продвигается согласно плану реализации. Основной темой встречи был определен практический подход к выполнению программы. О том, каким образом решается данный вопрос, присутствующим рассказала начальник отдела образования Лира Терегулова. В течение последних трех лет средний балл по математике наших выпускников повышается с 42 до 44. Средний балл по математике базового уровня составляет 4,2. Но, к сожалению, у каждого года есть хотя бы один ученик, и, к сожалению, это именно математика, который не преодолевает минимальный порой. Поэтому одна из задач, стоящих перед учителями математики, это качественная подготовка выпускников к итоговой аттестации. В завершение пленарного заседания учителя начальных классов Ермолаевской первой школы показали мастер-классы «Азы ментальной арифметики». По итогам семинара был проведен анализ всех прошедших мероприятий. Гости из столицы поблагодарили куйоргазинских коллег за организованные открытые уроки и продуктивную встречу. В районном спортивном клубе «Золотой Кий» прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами соревнований выступили куйоргазинский филиал Всероссийского общества инвалидов совместно со спортивным комитетом и администрацией района. Фестивальная спортивная программа была выбрана для того, чтобы инвалиды могли попробовать себя в нескольких видах спорта, таких как бильярд, шашки, шахматы, дартс. Около 13 жителей района разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в соревнованиях. Рад решить вас поздравить сегодня со спортивным праздником, со спортивным фестивалем, пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, чтобы вы всегда чаще встречались, чаще общались. Все они состоят в Куйоргазинской районной организации инвалидов. Каждый показал свои спортивные навыки и умения, и даже моменты неудач и проигрышей не сумели испортить дружескую атмосферу состязаний. На следующий день после соревнований состоялась торжественная церемония награждения участников. Они получили грамоты, медали и ценные призы. Удостоверения и значки отличия всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были вручены накануне учащимся и выпускникам 1-й Ермолаевской школы. Более 20 учащихся и выпускников от 10 до 19 лет получили заслуженные значки ГТО. Хотел бы сегодня торжественно вручить знаки отличия и удостоверения всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди учащихся в школах грозит своя моральность. Также хотелось сказать о том, что те спортсмены, те дети, которые сдавали у нас нормативы весной, сегодня мы им вручаем значки. В торжественной обстановке из рук руководителя районного центра тестирования нормативов ГТО Дмитрия Болянова школьники получили награды. 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых значков были вручены 22 учащимся разных возрастов. Удостоверение с бронзовыми и серебряными за подписями министра спорта республики Андрея Иванюты, а к золотым значкам прилагался документ с автографом Виталия Мутко, министра спорта Российской Федерации. Золотым знаком отличия и российского физкультурно-спортивного комплекса готов к трудообороне пятой ступени награждается музеев Александр Владимирович. Особенной наградой был отмечен спортсмен-активист Михаил Иджан золотым знаком отличия ГТО. За выпускников школы значки и удостоверения получили их родители, братья и сестры, посетившие мероприятие. Серебряным знаком отличия награждается Губарев Роман Андреевич. Настя, Настя, это сестренка. Как известно, программа ГТО воспитывает физическую культуру населения и закладывает основы здоровья нации. Физическая подготовка ребят растет на глазах учителей и тренеров. Всего в этом году значков и удостоверений были удостоены 156 учащихся районов. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале АРИС.